приветствую дорогие друзья на моем канале поскольку продолжается чудесный осенний сезон и на рынках моря осенних овощей полезных сегодня мы будем солить овощи значит я буду солить в моей такой большая у меня тара здесь можете солить бочках или к тебе вам удобно или в банках у меня разные овощи то что я нашла на рынке если вам встретиться какие-то другие можете добавить пропорции какие-то какие нужно взять например огурцы и помидоры так далее я не буду писать в описании я напишу значит пропорции рассола доску на сколько литров воды сколько соли и сахара взять и естественно какие приправы употребить значит с чего начнем начнем с того что будем готовить рассол значит у меня здесь 5 литровая 5 литровое ведро здесь я буду готовить рассол на значит 10 литров воды нужно взять значит такую вот пол литровую полную банку каменной соли и поскольку я просто для вас показываю на 10 литров воды пол литровая полная банка каменной соли поскольку у меня опять литров воды я поделю и добавлю ровно половину это сделаю заранее чтобы соль успела раствориться сейчас я ровно половину сюда половина до половины и кладу сторону периодически буду перемешивать с чего начнем дорогие друзья начнем с того что нужно капуста первую очередь на дно значит бочки либо что у вас там банка все равно кладем капусту она у нас жесткая она будет дольше всех солиться поэтому мы ее кладем на дно сначала поделим ее пополам кочерыжку удалять не надо потому что если мы ее все удалим то у нас эти листики будут опадаться то есть делим на несколько частей удобные сегменты то есть не очень и не очень мелко и будем раскладывать аккуратно вот так вот на дно самое дно вот таким образом друзья раскладываем на дно нашу пропуску слегка вот так вот утрамбовая чтобы не торчало до много места не занимала и так она объемная до капуста значит я положу дальше цветную капусту цветную капусту я заранее ошпарила кипятком сами понимаете цена капусте могут быть букашки они пугаются горячей воды поэтому я просто так ошпарила и тем самым и помыла и они быстрее будут солиться вот так вот на дно кладу если соцветия слишком большие вот я считаю тут так вот нормально можете еще напополам поделить но необязательно чуть меньше чуть больше не имеет никакого значения половина цветной капусты разложу и буду уже другое что-то брать что дальше дальше я сюда положу чеснок без чеснока не будет ни одно соление вкусным знаете это обязательно вот таким вот огня просто поделю чтобы чеснок дал свой вкус до аромат так нескольких местах несколько зубчиков положим так но это еще не все потом я рядами опять буду до чесноком пройдусь перец горошком черный и обязательно сюда кладу несколько лавровых листиков немного потому что они у них есть некая горечь не надо переборщивать с лавровым листом пока три штуки положила еще потом посмотрим дальше я сюда положу сельдерей можно поделить чуть-чуть а так можно вот зеленушечку вот так положить зелень сельдерея обязательный компонент соленьях а вот эти стебелечки можно так вот поделить они моментально съедаются и у меня есть я помыла сушеные коренья что ли поделим зонтики можете взять укропа вот у меня такие веточки сегодня они дают дают свой уникальный вкус и аромат соленьях то есть вот один ряд я так положу то есть это коренья укропа можно конечно укроп положить свежим виде если не найдете этого компонента дальше что я сюда кладу и так продолжаю по очереди кладем сюда мы любим острое поэтому я не побоюсь и положить на целый острый перец просто его так вот напополам как по поделю чтобы он дал свой вкус не не забываем про соль которую нужно помешать чтобы она нас растворилась дальше продолжаю скажу что я добавляю лук репчатый чисто для вкуса да вот так вот поделю на несколько частей просто раскидает это чисто для вкуса так дальше я сюда положу огурцы удалю концы не добавлю одним слоем так следом за огурцами положу морковь вот так разве что поделим морковь на две-три вот такие вот части вот таким вот рельефным ножом что для красоты сделаю вот так вот уже а можно просто полосочками и положим дальше сюда здесь уже на вкус кто какой овощ больше предпочитает то больше и кладет ваше предпочтение дальше добавлю сюда значит помидоры помидоры находится в таком незрелом виде они специально предназначены можно сказать для солений что ли вот так положу но прежде чем положить я вот такой маленький крестик сделаю чтобы они у нас быстрее посолились и в них пошел быстрее рассол да вот так вот положу конечно же нужно сказать что до того как солить обязательно все овощи нужно тщательно промыть под проточной водой положили один ряд всех овощей которые у нас есть да опять значит у нас дальше пошел пройдемся черным горошком пройдемся чесноком обязательно не очень переносите вкус чеснока можете немножко добавить но обязаны добавлять иначе у вас будет непонятный вкус так положили периодически перемешивая соль скажу что еще сюда добавляем сахар сахар я кладу и для вкуса и для хруста да 1 2 3 на 5 литров 3 столовые ложки да и не забудем еще раз пройтись лавровыми листиками вот так вот такие крупные штучки и так дальше на опять вкладываю сюда сельдерей все и дальше опять у нас пойдет лук а вот с луком можно конечно исключить положите будет вкуснее следом кладем коренья укропа и хочу сказать что если вы хотите чтобы у вас был такой бордовый цвет до кладите значит обязательно свеклу если хотите чтобы было белое все надо без свеклы на сегодня я сделаю пожалуй таким бордовым поделил вот для красоты вот таким рельефным ножом опять таки середину положу еще в конце положу надо чтобы у вас обязательно он был таким сильным бордовым чтобы дал приятный бордовый цвет а не розовый стал просто вот 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 все дорогие друзья все что у меня было я доложила сюда и теперь я должна сюда мой рассол влить хорошенько я перемешала вся грязь до от каменной соли села на дно если вам будет мало вот этого количества раствора до соленого то вы можете удвоить конечно утроить вашу порцию главное что на 10 литров воды полулитровая полная банка каменной соли и сахар значит дело сахара это по желанию я добавляю можно исключить конечно сейчас посмотрю хватит ли мне этого количества или нет потом продолжим и так посмотрите друзья мне этого рассола на это количество не хватило я должна долить да и что я делаю у меня поскольку это пол литровая значит была ведетка воды пол литровой 5 литровая 5 литров не все не хватило я беру еще половину да и соответственно делю вот эту половину соли на две части и добавляю вторую часть так сейчас вторую часть зрительно я сюда добавила и конечно же сахар плюс-минус так две небольшие ложки опять перемешаю и долью все это дело и чем-нибудь тяжеленьким вот так положусь но смотрите чтобы не до конца долить свой раствор так чтобы осталось место да потому что есть соль и овощи у вас уже завтра немного осядут и у вас уже раствор перельется поэтому до конца не надо все дорогие друзья посмотрите вот я только залила сюда воду и она у меня уже такая порозовела это значит что то и дело свекла будто будет отдавать свой цвет и у нас все овощи перекраситься в бордовый цвет если не хотите то не добавляйте свеклу и посмотрите раз рассол у меня влит не до конца потому что сейчас что-нибудь такое в меру тяжеленькое сюда положу чтобы овощи у нас не дай бог не оказались на дне без рассола да вот немного времени пройдет и они у меня седут и все что сказать на этом по прохождению нескольких дней наверное это будет где-то 10 дней значит соленье у нас будет готова и я вам желаю приятного аппетита обязательно приготовьте пока есть пока сезон пока имеется на рынке все эти овощи полезные на этом я прощаюсь с вами если вам понравилось видео подписывайтесь на мой канал делитесь с друзьями ставьте лайки и до новых встреч